Любители сладкого оправдывают свое пристрастие тем, что глюкоза, содержащаяся в этом продукте, жизненно необходима для организма, поскольку обеспечивает его энергией, стимулирует умственную активность, борется со стрессом. С одной стороны, с такими аргументами нельзя не согласиться. С другой стороны, сахар не зря называют белой смертью. Ежедневно употребляя рафинированный сахар, мы медленно, но уверенно убиваем свой организм. А ведь суточную норму глюкозы можно получать, включив в рацион сложные углеводы, которые содержатся в крупах, овощах и фруктах. Кроме того, можно заменить рафинированный сахар нерафинированным коричневым, содержащим витамины группы В и минеральные вещества. Сколько сахара можно употреблять в день? Взрослому человеку достаточно потреблять в сутки 20-25 г сахара, 4-5 чайных ложек, чтобы обеспечивать организм энергией. Максимальное суточное потребление сахара не должно превышать отметку в 50 г. Для детей норма сахара 15 г в сутки, что соответствует 3 чайным ложкам. Важно учитывать то, что указанные нормы включают сахар, содержащийся в натуральных продуктах в виде сложных соединений, тогда как от привычного для нас белого сахара следует вообще отказаться. Содержание сахара в продуктах Вы будете искренне удивлены тому, какое количество сахара содержится в полезных и не очень продуктах, которые часто присутствуют в нашем рационе. Выпивая всего лишь 330 мг напитка Кока-Кола, вы потребляете 9 чайных ложек сахара. Литровая бутылка Pepsi содержит 20 чайных ложек сахара. В 300 мл латте с молоком 7 чайных ложек сахара. Йогурт с фруктовым наполнителем подслащивает нашу жизнь на 5 чайных ложек. В шоколадных батончиках Snickers и Mars содержится порядка 6-8 чайных ложек сахара. Балуя себя плиткой молочного шоколада, вы автоматически употребляете 10 чайных ложек сахара. Если же вы отдадите предпочтение горькому шоколаду, то уменьшите количество сахара до 5 чайных ложек. Сдобная булочка содержит 3 чайных ложки сахара, тогда как пончик в глазури – 4. Завтракая кукурузными хлопьями, мы получаем вместе с этим продуктом 5 чайных ложек сахара. Заливая сухой завтрак стаканом молока, мы получаем дополнительно еще 2. В одном банане содержится 3 чайных ложек сахара. В гроздье винограда или яблоки – 4. В апельсине – 6. Любимые детьми леденцы содержат 12-15 чайных ложек сахара, а мороженое – не менее 4. И если вы думаете, что выпивая 200 мг любимого сладкого газированного напитка или съедая половину булочки в день, вы не выходите за рамки нормы – вы ошибаетесь. Рафинированный сахар – это яд, независимо от того, какое его количество вы потребляете. Поэтому, говоря о норме глюкозы, мы подразумеваем сахар, содержащийся в натуральных продуктах, коими являются в первую очередь фрукты и овощи. Так чем же вреден сахар, если употреблять его в неограниченном количестве? Почему именно этот продукт называют сладкой смертью? Вред рафинированного сахара для организма. Глюкоза способствует вымыванию кальция. Поэтому кости у сладкоежек со временем становятся хрупкими, а это чревато частыми переломами. Кальций необходим и для здоровых зубов. Если злоупотреблять сладким, зубная маль истончается, появляется кариес, разрушающий зубы изнутри. Избыток глюкозы – частая причина авитаминозов. И это неудивительно, ведь засахаренный организм не способен в полном объеме усваивать витамины и минералы, поступающие с продуктами питания. Обезвоживание тканей, приводящее к нарушению работы внутренних органов – еще одно последствие бесконтрольного употребления сахаросодержащих продуктов. Увидание кожи и ее преждевременное старение – проблема, с которой сталкиваются те, кто не находит в себе сил сказать «нет» пирожным, шоколаду и сладким газированным напиткам. Больше сахара – больше лишних килограммов, что в итоге может привести к ожирению, при котором жиром заплывают внутренние органы, а это чревато серьезными сбоями в работе всего организма. Метеоризм, колики и диарея – все эти патологические состояния являются следствием переизбытка сахара в организме. Большие объемы глюкозы в крови приводят к повышенной выработке инсулина, а это прямой путь к сахарному диабету. Повышенное давление, закупорка сосудов и сердечная недостаточность также могут стать следствием любви к сладкому. Сахар стимулирует выработку лофамина и серотонина – гормонов радости и удовольствия, поэтому именно сладостями многие заедают свои проблемы. Но такой выход из-за трудительных ситуаций ведет к депрессии, поскольку чувство удовлетворения от съеденной плитки шоколада длится недолго, тогда как проблемы никуда не исчезают, а лишь накапливаются. Наконец, чрезмерное употребление сладкого приводит к развитию психологической зависимости, от которой избавиться достаточно тяжело. Обилие сахара в рационе может привести к расстройствам сна, вялость, дневная усталость и ночная бессонница – возможные последствия употребления кондитерских продуктов. Проверить влияние сахара на свой организм можно, отказавшись от него на несколько недель. Если сон восстановился, днем работается на полную силу, нет эмоциональных качелей, стоит и дальше ограничивать употребление сладкого. Таким образом, отказ от рафинированного сахара – первый шаг на пути к здоровой жизни. Если вы все еще сомневаетесь в этом, предлагаем провести небольшой эксперимент и отказаться от сахара всего лишь на один месяц. К каким изменениям это приведет, рассмотрим далее. Результаты отказа от сахара После двух дней отказа от сахара вы заметите следующие изменения. Улучшится перистальтика кишечника и нормализуется пищеварительный процесс, в результате чего вы избавитесь от запоров, диарея, вздутия живота и повышенного газообразования. Исчезнут перепады настроения, раздражительность и тревожность, которые мучают сладкоежек даже без видимых на то причин. Надо же как-то оправдывать чрезмерную любовь к сладкому, придумывая всевозможные поводы для беспокойства, справиться с которыми помогает кусочек шоколада или ванильное пирожное. Дети, отказывающиеся от нормальной еды и закатывающие истерики, если их лишают сладкого, станут не только более спокойными, а и начнут употреблять овощи, фрукты и каши, поскольку и двух дней достаточно хоть и для незначительного, но изменения вкусовых рецепторов. Но родителям на эти два дня придется набраться терпения, чтобы противостоять требованиям ребенка дать ему любимую конфету. Недельное воздержание от сахара сулит вам следующие изменения. Улучшится состояние кожи, которая приобретает естественный цвет, эластичность и упругость. Кроме того, исчезнет жирный блеск кожи и уменьшатся отечные круги под глазами. Вы почувствуете прилив сил и энергии. Избавитесь от хронической усталости, ведь ваш организм перейдет в режим самостоятельного поддержания необходимого уровня сахара, а не будет затрачивать внутренние дополнительные ресурсы на то, чтобы подстраиваться под хаотичные поступления сахара извне и скачки глюкозы. Сахар провоцирует выработку кортизола, гормона стресса, вследствие чего и нарушается сон. Поэтому отказ от сахаросодержащих продуктов уже через 7 дней отразится на качестве сна. Вы не только будете быстрее засыпать и крепче спать, а и просыпаться в выспавшемся и действительно отдохнувшем. Через 10 дней жизни без сахара вы ощутите следующие преобразования. Уменьшится количество вредного холестерина в крови, а следовательно снизится нагрузка на сердечно-сосудистую систему, что приведет к нормализации артериального давления и снижению риска инсульта и инфаркта. А это стоит того, чтобы отказаться от сладкого, особенно учитывая тот факт, что среди причин смерти заболевания сердца занимают первое место. Вы похудеете на 1-2 кг и сможете удержать полученный результат, если проявите силу воли и откажетесь от калорийных сладких десертов. Через месяц работы над собой и отказа от сахара вы не только закрепите полученные результаты, а и возьмете новые вершины, среди которых омоложение кожи, которая приобретает ровный цвет и здоровый вид, кроме того исчезнут угревые высыпания. Избавление от 3-8 кг без изнуряющих диет и высоких физических нагрузок. Но это не значит, что отказавшись от сахара, можно переходить на бесконтрольное употребление жареного мяса и забыть о тренировках. Улучшение мозговой активности Дело в том, что чрезмерное употребление сахара затрудняет межклеточный обмен информацией, вследствие чего тяжелее усваивается новая информация и воспроизводится старая. Нормализация гормонального фона и повышение либидо за счет снижения выработки инсулина, подавляющего синтез тестостерона, гормона, отвечающего за сексуальное влечение у мужчин. Исключение из рациона сахаросодержащих продуктов приведет к увеличению количества полезных бактерий, обитающих в кишечнике, что благоприятно скажется на состоянии иммунитета и работе желудочно-кишечного тракта. Чем можно заменить сахар? Этот вопрос первым возникает у тех, кто решил отказаться от сахара. Приведу наиболее доступные и полезные продукты, которые помогут пережить непреодолимое желание вернуться к сладкой жизни. Мед – полезный и ароматный продукт, являющийся натуральным сахарозаменителем. Стевия – низкокалорийное сладкое растение, обогащенное витаминами и аминокислотами, продается в виде сиропа и таблеток. Специи – корица, мускатный орех, миндаль, стручковая ваниль, сухофрукты, курага, финики, инжир, изюм, кленовый сироп, цитрусовые, лимоны, апельсины, мандарины, свежие фрукты и сладковатые овощи, свекла, морковь, ягоды, экстракт ячменного солода. Исключив из рациона сахар, откажитесь также от фастфуда, консервированной продукции и полуфабрикатов, чтобы принести максимальную пользу организму, сделав свое тело красивым и подтянутым. Ищите источники удовольствия в полезных продуктах, прогулках на свежем воздухе и тренировках. Помните о том, что позитивный настрой, вера в себя и отличное настроение – залог успеха любого начинания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова